Поэтому блокируйте, да? Они имеют значение нарушениях мирных... Послушайте меня. Я буду бороться со всеми и блокировать, кто может нанести вред этому городу, овности и стране. Григорий, давайте по очереди. Вы уже задавали вопросы. Григорий, пожалуйста. Игорь, обижаюсь. В дополнение к тому, что сказал моя коллега и вашему ответу, просто хотел бы вас позомнировать. Вы спросили бы, что буквально два часа назад такие патриотические, если так, организации сорвали обсуждение вопросов по... Я прочитал об этом в интернете, я не знаю деталей, но я считаю, что... Смотрите, я не знаю деталей, я сейчас не готов ответить деталям на этот вопрос. Но если бы вы спросили, как бы действовал я, если бы были патриотические организации, которые против каких-то там вопросов, им надо было там присутствовать и доказывать свою точку зрения, а не применять какие-то синовые варианты. Обсуждение не является преступлением, если оно не проплачено и не ведет к нарушению государственного строя. Какие вопросы здоровья? Слышний проплачен. То есть... Вот как это можно знать? Формулировки явно не губернаторские. А кем проплачен? Молодой человек, у вас не получается услышать от меня то, что вам интересно заметить. Вы знаете, сколько раз задерживают... Я вам сейчас объясню. Вам дать справку, сколько людей было задержано при раздаче денег после демонстрации или собрания? Или вы этого не знаете? Я вам могу дать справку по трем или по четырем случаям за последние четыре месяца, где задерживали в основном женщин, правда, которые раздавали деньги после демонстрации. Это оплаченные услуги или нет? Вот эти участники сегодняшнего круглого стола, они проплачены? Я не знаю. Я заявил только что, что проплачены, что... Скажите, у вас как-то... Могут так действовать отношения проплачены, какие-то... У вас это как-то плотно. Я раз бы сказал, что сегодня по этому столу проплачены. Дмитрий, у вас все вопросы. Вопрос в целом. Ваши участники... Мы в некотором случае, когда приступом подорожания и продуктов, в частности, в случае сахара, на моей памяти, не только, как-то стали снижаться в ситуацию, и сьюченизировать. И сейчас только будет... Ну, как сказать, подорожать сусульное стола не получается. Ну, дикое, скажем так, подорожание на лекарства. Чем мало обоснуло. Я только сегодня узнал о том, что за последние две недели подросли цены на препарат, который будет выпускать одесский биостимулятор на Мельсин. Причем просто за две недели цены на него выросли практически отриц. И дело не только в этом. Люди просто сейчас не могут себе позволить ходить в аптейс. Потому что рост цены на лекарства приглашают рост цены на тарифы, на продукты, на десерство. Смотрите, к сожалению... Полнируете ли вы как-то... Ну, встретиться, может быть, с теми, кто... С твоими водителями, хотя бы в Одесской области, как-то обсудить с ними, чтобы они не заплатывали в стоимость лекарства... Смотрите, я понял ваш вопрос. Я вам скажу свое отношение вообще к Крыму. Я категорический противник вмешиваться в рынок, в условия продаж. То, что происходит, этих же вопросов не было еще полгода назад, по какому-то необоснованному росту или еще чего-то. То есть полгода назад было? Ну, навряд ли полгода назад. Но есть вещи, которые очень важны для людей, для здоровья людей или для жизни людей. Эти вещи необходимы перечень лекарств, которые нужны людям обязательно, включая инсулин, гемодиализ и все остальное. Это хлеб, это 12 наименований продуктов питания, линейка которых четко должна просматриваться рентабельность в ценообразовании на эти продукты питания. Комиссия обмостной администрации очень детально просчитывает себестоимость этих 12 продуктов питания, которые должны присутствовать в линейке, необходимой для жизни людей. Мы сегодня работаем с сетями торговли для того, чтобы даже отдельные поставить приматы для этих 12 продуктов питания, которые будут действительно контролироваться рентабельность до каждой копейки. Что касается лекарств, такая же комиссия сегодня работает и по структуре ценообразования этих лекарств. Но последний ажиотаж поднятия цен, вы же понимаете, был связан с непонятным курсом доллара и там, где есть импортная составляющая, я не знаю, есть ли она в Мексиме. Люди не понимали, по чем им придется купить эти все составляющие. Просто ажиотаж из-за того, что не было озвучено, что курс на протяжении полгода будет такой-то. Или такая-то будет экономическая ситуация. Вот и все. Это ажиотаж. — Будем добрый, если можно, когда озвучьте лекарство, это именно лекарство? — Смотрите, я боюсь ошибиться. Не лекарство, а продукт питания. Я дам справочку сегодня, наша служба передаст вам все. — Добрый благодарен. — И по хлебу, смотрите, по поднятию цены на хлеб мы очень четко все просчитали и договорились с производителями. И в Одесском области сегодня цена на хлеб одна из самых дешевых в Украине. — Игорь Петрович, ряд проблем, которые мы умеем, которые рассчитывали, связанных с тем, что отсутствует какая-либо информация. То есть, если вы говорите, что работает комиссия областная, которая мониторит уровень цен, рентабельных и все остальное, то про это узнаете. — Хотите, давайте, свои представители, на общение с производителями этих комиссий, когда идет торговля за каждую копейку. — Игорь Петрович, давайте так. Раньше такое было. — Как это было? Скажите, что это было? — Раньше, допустим, тот же Муратов делали запасы, как говорится, какое-то количество подовольственного зерна, которое закупалось, для того, чтобы печь, по крайней мере, настрали за хлеба. Мука лежала уже на год. Сейчас, по-моему, насколько я понял, из-за кончей выхода от Муратова, этого в этом году сделано не было. — Что значит «не бананка»? В этом году в бюджете области денег на это не было. Но хочу вам сказать по-другому. А уровень коррупции, который был раньше в закупке этой муки по одним ценам и раздача своим предвлеженным хлебопредприятиям, вы понимаете ли? — Если так говорите, то мы тоже, по крайней мере, услышали о том, что были, допустим, сейчас по крайней мере, ну, по этим вопросам. Вы где-то в правоохранительном органе, где-то в правоохранительном органе. — Это вопрос к правоохранительным органам. Я еще раз вам хочу сказать свое отношение. К рынку. Рынок нельзя трогать руками. — Это разные вещи. — Это, конечно. — Вы говорите про разные вещи. Я говорю про информированность, а вы говорите про... — Да не было зацеплено мухи по дешевым ценам. А было предприятиям сказано по такой-то цене отгрузить муху на хлеб предприятия, а им компенсировали разницу до рыночной цены. Вот и все. Но вы же прекрасно понимаете, как это все происходит. — Во-первых, это же нам говорят, ну, а делают... — Вот я вам рассказываю, как это было. А сейчас этого нет. А сейчас контролируйте каждое копейка рентабельности на социальный рецепт так ли. — Хорошо, скажите еще, пожалуйста. Вот, в принципе, вот как внук, ну, кремль отсутствует предвестатель антимонопольного комитета. Ну, я считаю, что антимонопольный комитет, допустим, как всеукраинский, так и вадоскопусе практически не работает и не вмешивается, допустим. По крайней мере, ну, какими-то своими предупреждениями или какими-то своими действиями, там, где существует природный монотокрысок. То, что он занимает анти... Кстати, а в Украине отсутствует только председатель ориентир монопонных, а в 26 млаброй администрации не отсутствует. Суды же ему и есть фарш в один варенье называть. Я согласен, что должен работать анти-жиму. Я с вами согласен. Мы говорим про... Мы можем с вами поддискуссировать, а сделать... Про то, что мы можем сделать. Мы можем, по крайней мере, информировать. Понимаете, когда люди отсутствуют информацию, начинается паника. Вы сами говорите, никто не объяснит, что будет с доллара, поэтому все будут... Вы знаете, меня спрашивают, когда был курс доллара 40, спрашивали некоторые, а что будет дальше? Я говорю, нельзя ни в коем случае продавать сегодня доллары или покупать доллары, вернее, покупать доллары по курсу 40, потому что это не объективная его цена. Потому что я считаю, что курс должен быть 18-21. А вы можете нам это прогарантировать? Я говорю, я прогарантирую, а сказать людям, я говорю, скажите, я же не вижу всех макроэкономических показателей экономики, что будет дальше делать наш банк. Сегодня сказать это не покупайте или не продавайте, или не пользуйтесь ситуацией, а что будет завтра? Это же очень ответственные поступки. Это я могу же для себя сам принять такое решение. Или если я вновь день информация на 100% ее озвучит. А вот так на уровень дискуссии можем, но без камеры так где-то на кухне. Знаете, ну если бы люди, допустим, каждый воспринимал бы, знаете, вот мы бы говорили без камеры на кухне, люди бы про это все прознали, и на них нашел бы просветление. Я готов разговаривать, только потом, если вдруг будет не так, чтобы не было ко мне никаких моментов. Я говорю, публично, под камеры, как я говорю, и шашечки, и мир, как я понимаю. Как не бывает. Спасибо. Боже, я просто, я буду, уже, а... У вас вопросов уже нет, у вас только рассказывается. Как это мне идет устроить? Вы пошли к Криднестровью. В последнее время опять растет беспокойность по поводу отношений с Криднестровьем. Скажите, есть ли какая-то угроза искала себя конфликта с этой республикой? Потому что в последнее время, вот несколько дней назад, мы с президентом, мы с президентом, мы с тобой говорили о размораживании конфликта, так сказать. Буквально на следующий день появилась информация о том, что какие-то партификационные укрепления будут устроиться на границе детской области в Криднестровье. Как обстоит сейчас ситуация, и есть ли какие-то угрозы с Криднестровьем? Мне некорректно комментировать высказки президента, у президента больше информации. Но я вам скажу свое отношение по поводу Приднестровского конфликта. Там живут тоже люди, и по-моему около 800 тысяч человек. И они хотят жить наверняка лучше, так как каждый человек, включая даже самые богатые страны, всегда хочет жить лучше, чем он живет. Поэтому, если мы можем этим людям помочь выйти из конфликта и сделать так, без всяких военных вторжений, без размораживаний самого конфликта, этот конфликт, конечно, надо решать. Но надо решать так, чтобы они с этим были соединены, чтобы после этого они стали жить лучше. Я готов в этом всем помогать, поддерживать, встречаться. Я очень часто общаюсь с руководителем ПМР, потому что он отвечает за парад вопросов рабочего характера. И я не считаю, что у нас сегодня есть угроза с той стороны. Я ее не вижу. У меня нету такой информации. Они, я вам уже говорил, боятся нас точно так же, как мы боимся их в прессе. Эти смухи нагнетаются как тут, так и нагнетаются там. Поэтому нам надо этот конфликт, конечно, каким-то образом решить. Она не может быть закрыта от всех, эта территория. Как они решат? Может, они захотят присоединиться к Украине, может, к Монтаве, может, еще как-то. Это их решение, но мы вместе с ними должны находить пути выхода из этой ситуации и с окружающими Приднестровыми странами. Это мое личное отношение. Сегодня я проблемы и угрозы со стороны Приднестровья не вижу. Но, опять-таки, может, у меня нет всего объема информации. Что касается переселинцев, я неоднократно так... Там, где были постановления Кабмина по оплате, начиная еще с проживания моряков, которые были регулированы с Крымой, обращений к Кабмину, но, к сожалению, деньги пока не поступили. Мы работаем с Кабмином, и, может быть, были объективные причины. Мы сдали лишь к Кранжеву НВФ по наполнению казначейских счетов. Мы работаем по этим вопросам. Что касается вообще отношения по вопросу переселенцев, ну, количество проживающих переселенцев и уровень их трудоустройства очень разнятся. Есть, где работать, есть, как работать, есть, где зарабатывать. Ну, государство, наверное, да, за инвалидов, за нетрудоспособных, наверное, государство должно платить. Но это не может продолжаться вечно с людьми, которые могут зарабатывать сами себе на жизнь. Есть уровень оплаты компенсации, но есть всякие механизмы. Нам надо, они должны становиться все, надо уходить и снова переселиться. Если они не возвращаются назад, значит, они хотят жить здесь. Это уже граждане Украины, граждане Одессы, Одесской области. Они должны адаптироваться в жизнь, быть, на территории Одесской области. Обживаться, идти работать, становиться членами нашего общества. В этом все мы будем им помогать. Людям, которые не могут это делать, конечно, будем искать всяких. И волонтерам спасибо. И государство, я уверен, закроет все свои обязательства. Продолжение следует... Представление на его награждение давал руководитель Ассоциации афганцев в Одесской области. Они приняли, организация афганцев, они приняли это решение. Они же из чего-то исходили. Я не собираюсь, если бы я собирался представить его государственную награду, я бы уже это сделал. Я представил других афганцев в государственной награде, но наградили, как-то посчитали нужным наградить совершенно других людей. Что касается Гринченко, я понимаю, что он состоит в партии Рады. Я понимаю, что, наверное, я не знаю чего-то такого, чего знаете вы, которые живете очень давно и общались, может быть, с ним. Но я знаю одно. Если бы он не уехал, если бы он не воюет сегодня с той стороны, если бы он готов защищать, как он сказал, мы смотрим в пресс-конференцию, свой город, свою область, свою страну, ну, я не знаю, может, так оно и есть, может, он достоин, если бы они афганцы решили. Я не афганец, я плохо разбираюсь за сном. Это был не государственный праздник, это было по поводу вывода войск из Афганистана. Да, но если бы вы смотрели выпуск-конференцию, на просьбу зоналитику сказать, что он против сепаратизма и за Украину, он не ответил на вопрос. Мне показалось, ответил. Нет, ну, хорошо, я пересмотрю еще раз. Да, еще один вопрос. Сколько амери перелетов в Денисову вы совершаете в месяц, и какого средняя цена чарта? Ну, смотрите, когда я начну обмачивать их за счет бюджета, я вам сразу начну отчитываться. Доворились? За счет монастырчика. А пока я обмачиваю за свой счет и летаю, это мое личное дело. И я же не скрываю, что у меня семья живет в Женеве, правда? Это же мне было секретом для вас. Как вы считаете, семью иногда надо видеть? Я считаю, что это ваш, без конференции вопросов. Правильно, правильно. Но как только за бюджетный счет я начну летать, я вас сразу буду ставить в знак. Леонид Исаакович. Игорь Петрович, у меня, возможно, некоррекционный вопрос. Но так вы отвечали о поводу Приднестровья и сказали, что вы отпущаетесь с президентом Приднестровья. Мне сообщили сегодня, что арестован... Нескоррекционный вопрос, представитель. Сроководство. ...что арестован Сергей Левченко, фрилансер из детства, в Одессе, фурналист. Он сегодня арестован за то, что он снимал митинг. Но бы я, конечно, получил эту информацию час назад. Мы, конечно, будем собирать пресс-конференцию, будем об этом говорить. Но есть такой вопрос, предложение... Я попробую вмешаться. Да, потому что он абсолютно нейтральный человек, это вообще... Я сейчас попробую вмешаться. Спасибо. Я, конечно, принимаю полностью все участие в этом том, чем могу. Все, чем могу. Но то, что были пресс-релизы СФУ, у меня нету тонкости в этих всех вопросах. Но, наверное, что-то происходит. Ну, мы же видим, кого-то задерживают, как-то арестуют. Я очень надеюсь, что это те люди, которые до этого занимались ерундой. Очень надеюсь. Борьба с реализмом, это вы обратитесь к СФУ. И если они смогут, они дадут полноту информации. СФУ еще никакой информации не дает. Вообще ни разу, как говорится, за все время, когда происходит взрыв, они ни разу не вышли, ничего не объяснили. Она дает свою только одностороннюю позицию и ничего не объясняет. Что же, как говорится, он доверие не имеет. То есть это страшный ход. От меня не зависит. Может, ты им порекомендовать, понимаешь? Я не могу. Для того, чтобы, как говорится, началось что-то с их стороны, нужен действительно жертва, как в Харькове. Но в Харькове... Я взял все закрещение. И в то есть речи в руководстве, потому что мы говорили. Вы говорили о деятельности депутатов, что их ховно-радо, что они много делают для города и прочее, и прочее, с места нами работают. Со временем выбора, если мы можем ошибиться, но ни один депутат с ховно-радо, это Диассковность, ни приговорной пресс-конференции, ни встречи с журналистами, ну, кроме таких узких, в узком состоянии, в граммах. Вот хоть вы расскажите, что же они делают, кроме того, что они занимаются добычей денег. Может, это законопроекты готовят? Это я. За этим я не слежу. За этим пусть следят люди, которые их взбирали или голосовали за их политические силы. Но те обращения к ним и письма, которые мы раздали по формированию бюджета, по выделению денег на область, они четко все бегали по своим комитетам, поддерживали, просили, голосовали, и выступали, и боролись за область. Ихния законопроекта или ихния законотворческая инициатива я не отвержен. Хорошо. Следующий вопрос. Вы на Фасаде, так сказать, 7 мая, это где-то около 300 дней уже. Вот вы, когда проводили первую пресс-конференцию, вы сказали, что никогда не работали в госструктурах, и, так сказать, не совсем представляете, как это будет и прочее. Сейчас вы уже имеете довольно неприличный, как для последних секунд и губернаторов, стаж. Скажите, вот ваше впечатление о работе на посту председателя областного государства, что по-вашему надо изменить, надо добавить, надо и прочее. Как-то поделитесь. Смотрите, оно мне как не нравилось в госструктурах, так и не нравится. За эти 300 дней ничего не изменилось. Не нравится, в первую очередь, отсутствием возможностей влияния на какие-то процессы законными или полномочиями путем. Мне не нравится, что если есть глава областной администрации, ему нужно доверять. Вот ему поручили, он должен за это отвечать. А то, что люди, кого я представляю над главой администрации, они являются какими-то политическими деятелями и из-за этого, пройдя 2-3 собеседования, не подходят по каким-то критериям, я не знаю по каким. Мне тоже это не нравится. Я не считаю это возможным. Надо как-то людям объяснить. По крайней мере, с меня просят другую кандидатуру после того, когда прошел собеседование, чем мы два раза, и его не утвердили. И просят, дайте кого-то другого. А я не могу, пока я не пойму, чем не подошел этот человек, чтобы извиниться перед ним. Сказать, вы извините, пожалуйста, я вас там зря в тянуло время, вы не подошли под каким-то критериям. Вот так я устроен. Я хочу людям смотреть глаза открыто, честно, без всяких политических замгаживаний. Наверное, кем-то, кому-то, чем-то я в этом не нравлюсь. Ну и мне много не нравится. Ну а изменения? Смотрите, меня когда уволят, я вам не так, какой бы я себе все это. Да я и поверю. В таком случае. Я еще не так не знаю. Можно я продолжу? А может, вы извините, слишком много? Чего? Тогда там вступите, а потом в конце можно сказать. Один маленький вопрос по иллюстрации. Недавно вот был уволен еще один ваш заместитель, остался один. В каком сейчас статусе? Работает ли он, как остальные, советником или не работает? И что вы намерены делать, чтобы все-таки легализовать, скажем так, новых замов? Очень много вопросов по поводу Чикадальдина, там Кучука. Калинчук тоже сейчас начал работать в режиме помощника на общественных вещах. Я уже сказал на предыдущей встрече с общественностью. Как только будут назначены заместители в умысную администрацию, я перестану нуждаться в работе их как общественных советников, помощников. Но сегодня у меня нет другого варианта. У меня нет ни одного заместителя. Остался заместитель по аппарату. Там я прочитал в вашем агентстве... Есть еще, да? Я не знаю, что я уже не знаю. Прочитал, что бывший регионам Кумаков, мне было так дико слышно от хозяина этого агентства, пробывшего регионам на правду. Но, к сожалению, такая ситуация. Сегодня в Отецком оси ни одного нету на выбирает администрации и, по сути, ни одного зама. Они работают как помощники. Наверное, кому-то нравится, кому-то не нравится. Но они разбираются в тех вопросах, которые они занимаются. И так мы сегодня работаем. А что говорят вам администрации президента на это дело? У меня нет смысла по этому поводу. Я подам все кандидатуры, что назначили. Игорь Петрович, скажите, пожалуйста, вот Чикадаль попала под илюстрацию, но у нас ходят слухи, что она как бы серый кардинал. И мне не бывает серых кардиналов. Или я кардинал, или я не могу. То, что она разбирается во многих вопросах и советует мне принять некоторые решения, общаются с людьми, это правда. Вот документы я подам на первого зама, лежат в администрации президента три месяца. Я прошу все собеседования. У меня нет ответа ни по его назначению, ни по его некомпетентности. Вот мы ждем. Игорь Петрович, вот мы перейдем на уровень правительства и два вопроса. А, то есть вы хотите побыстрее побриться, что делаете? Ну я это так, уже привык. У меня такой вопрос, об Иксе, вернее. Скажите, пожалуйста, вот в принципе есть куратор Одесской области от кабинета министра, если не ошибаюсь, у тебя министр экологии. Ну я в первую тему, что мы можем... Ну просто, я вас ставлю в известность. Скажите, у вас есть контакты, может быть, люди, как говорится, он кем-то там уже проявил себя. Ну нет, я вот только решу. Хорошо, следующий вопрос. Специально правительство давало распоряжение о том, чтобы, как говорится, чаще министры выезжали в ООО, так сказать... Но мы же видели с вами двух? Ну мы одного видели, так сказать. Двоих? Ну двоих это так, они вместе, значит, это, так сказать, бигман большой, как-то, это сейчас новая реклама. Да, это же два месяца. Хорошо. В принципе, вот больше нас никто не порадует, или они приезжают инкогнито, проводят какие-то мероприятия, но мы сквезли не встречаются. Вот смотрите, я готов встречаться, и, наверное, они будут ездить, приезжать. Может, им без денег неудобно к нам ехать. Может, им без денег неудобно к нам ехать. Вот были два министра у нас, мы к ним обратились, ждем решения. Министр инфраструктуры и привезнение. Вот поверьте мне, как раз Зубко и Пивоварский очень стараются помочь. Но опять-таки, мы все ждут денег, и мы все ждут денег. Вот они оба очень стараются, и я с ними контактирую практически ну, минимум раз в неделю с одним из других. Хорошо, первый вопрос. Ну, по-скому, Пивоварских, так сказать, много говорилось о значимости Одессы, как, ну, регионы, где, так сказать, разная логистика и прочее, прочее. Ну, к нам он доехал, так сказать, ну, по крайней мере, специально, на третий месяц работать в правительстве. Это как? До этого он, по-главной же, Томичиной, но причине, по крайней мере, если лица нет. Это же его, как нет. Ну, просто ваша оценка, может, каким-то. Я за вам сказал, когда... Хорошо, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, в принципе, руководители пискальной службы вернуты на работу или нет? Кого? Руководители пискальной службы. Их на две недели отстранили. Ну, после известного. Если бы вернули, я думаю, мы бы подсчитали это. Ну, просто, не считаем. У меня нет, у вас нет. Спасибо. А может быть, еще спросим, как вернуться с Коршенью Петровичу, еще кому-нибудь? Наливаюченко. Есть ли еще вопросы, уважаемые господицы? Кроме... А, где школы есть? А какой-то ли что? Всем тоже интересный. Есть, Петрович. Что я, в принципе, спросил. Ну, не смешно. Давайте так. Если вопросов больше нет, я хочу вам сказать еще раз. Есть еще вопросы. Игорь Савченко, у нас еще из интернета есть вопросы. Некоторые из них прозвучали, я их подчеркивал вам. Некоторые из них не озвучил тогда. Михаил Голубев спрашивает, как можно бороться с сепаратизмом и одновременно хвалить таймер? Речь идет о том, что вы на встрече с общественностью говорили о том, что вы прочитали статью на таймере и после этого изменили свое отношение к переселяться. Ну, я не заметил, чтобы я хвалил таймер. Я сказал, что я прочитал материал на таймере, на сайте таймера. Я не знал, если бы он обувь скажет мне не читать таймер, я, конечно, буду таймеры читать, но больше не будет. Я, господин Удом, я читаю все информные ресурсы Одесской области, мне никто выборку не готовит, я читаю все сам. И на таймере действительно, мне в тот момент стадия, которую я прочитал, но я понял, что она была написана коллективом, а не одним из переселенцев, потому что я написал потом свои вопросы, мне никто не ответил. Она действительно меня впечатлила, потому что была написана достаточно грамотно, с фактами, и я действительно после нее поменял свое отношение по вопросу переселенцев. А таймер, не таймер, я не хвалил таймер. Я считаю, что таймер очень часто пишет материалы, которые не совместимы с украинским интернет-ресурсом, но на это пусть реагируют на ближайшие улицы. Я вопросы буду цитировать. Есть вопросы. Хай с приводу выбуха что-то скажет. Хай кто? С приводу выбуха что-то скажет. Как на кинтичина здесь. Смотрите, у нас есть служба безопасности, которые, а прийти с ним, пусть они дадут в предконференцию. У меня тоже нет материала по поводу работы СБУ, но скажу вам честно, все что касается меня, я каждый день на связи, я и пишу в том числе смс руководителю СБУ, хотя я помню, что не надо больше пользоваться телефоном, и начальнику ОВД, и работаю и с патриотами, и со всеми гражданами, и стараюсь сделать все для того, чтобы прекратить вот эти внутренние разборки. А я лично считаю, и не скрываю этого, что то, что происходит в городе Одесса, это внутренние разборки кого-то с кем-то для дестабилизации ситуации. Поэтому я очень хочу, чтобы это прекратилось. И те люди, которые этим занимаются, вредят в первую очередь своему родному городу, а не мне или каким-то руководителям, кто их не устраивает, или мэрам. А короткий вопрос. Вы ни одного террориста лично не поймали, чтобы тут на близком периоде... Вы бы знали, если бы я поймал. Я же могу делать выводы террористов или нетеррористов. Хотя бы одного. Валентин Мазепа. Голова ОДА Палиця. Это особистий прием громадян, соответственно, закон о развернении громадян. Вот это опять-таки возврат тому, когда вы поедете сами по дорогам, или почему вы не находитесь в кресле. Принимать громадян раз в неделю, два часа, или три часа, или два раза в месяц, я считаю, что это опять-таки переживки старого прошлого. У меня в приемной каждый звонок ко мне доходит. Каждый. И на каждый звонок, если... Ваши, наверное, не каждый. Может быть, бывают спои, но я стараюсь отвечать на каждый звонок и, по крайней мере, по каждому звонку или обращению даю распоряжение непосредственно с мужем или помощником по направлению. Ограничивать людей по времени, когда они могут ко мне обратиться. Точно так же, как и через Facebook я решаю кучу вопросов, которые ко мне приходят через Facebook. А иметь возможность только два раза в месяц, это неправильно в том числе. Госпожа Шапира задает вопрос. Вопрос губернатора учитит голову мэра, она по левшим. Есть ли законный способ обязать крупных застройщиков после окончания строительных работ привести в порядок городскую инфраструктуру, разбитые техникой дороги, тротуары, городской области? Законных, к сожалению, нету, но я уже отвечал господину Штекелю, что я готов полностью поддерживать, и я сам не приемлю грязи во время строя, не приемлю строительства без инфраструктуры и не приемлю нарушения и застройки старой архитектурной Одессы, высокими новостями. Но, к сожалению, может быть, сейчас децентрализация даст возможность гордость передачи газа влиять на эти вопросы. Можно еще один вопрос по интернету нам прислали? Денис Корнышев, 368 медиа. Были ли поданы какие-то жалобы, запросы в прокуратуру относительно саботажа службы автомобильных дорог, уборки снега во время снегопада? Если нет, то почему тендеры были заключены? Я не уверен. Я уточню. Мы поднимали этот вопрос на уровне правительства. Насчет прокуратуры я уточню. Но по тендерам я неоднократно выступал. Я уточню, или мы обращались в прокуратуру? Алексей Киросковский. И, конечно, интересует подготовка города к ЧАЭС и восстановление бомбов-убежищ. Сейчас, сейчас, на череду, сейчас, раз. Есть там, в принципе, эту информацию? Все количество бомбов-убежищ есть. Мы над этим работаем. К большому сожалению, их количество совершенно не обеспечивает даже 15% необходимости в них прятаться вот количество пожирающего населения. Но я очень сильно надеюсь, очень надеюсь, что они нам никогда не понадобятся. От него же вопрос. Облэнерго поменяла столпы в районе Венпоселка. Спасибо ей большое. Привелась в этих порядок. Но Одесский горсвет не возвращает уличное освещение. Можно ли как-то пнуть горсвет? Есть еще вопрос по газу. В скором времени мы будем платить за газ по-взрослому. Хотелось бы узнать, можно ли контролировать облгаз по качеству поставляемого газа? Как известно, в каждой кубический метр выделяют около 11 кВт. Можно ли это контролировать? А вот это большая тайна. Это очень серьезная проблема. Я ей письмо за подписью первого самого Минрегиона. Сказали вам, какая еще самая большая проблема. Потому что сейчас мы пытаемся проверить, но не проверим. Одесская область оказывается чемпионом Украины по количеству населения, получающим он газ по льготным ценам. Чемпионом Украины. Почему это так делается? Взять учет, кроме самого оба газа, невозможно. Вся абонентская база находится у них. И проверить количество газа, который на это все списывается и куда он реально идет, мы сейчас попытаемся, но эту проблему услышим я неделю назад. Это монополисты, которых я вас спрашиваю. Говорят, что проблемы здесь нет. Есть есть проблемы? Ну, наверное. А если бы он не был монополистов, как бы еще? А под фото-каналом тоже там все как-то не так просто. Наверное. Сейчас нехорошо, а вы не будете спалить? Смотрите, давайте факты, я готов с этим всем бороться. Давайте. Хорошо. Ставит ли Игорь Петрович перед собой какие-то конкретные задачи на ближайшие полгода? Если да, каковы первые три пункта этого плана? Первые три пункта? Давайте так, режем на. Первое. А. Вне зависимости от того, где находится Игорь Петрович, в кресле губернатора, там, руководителя области или еще как-то, я буду все равно все время... Меня никто, сразу скажу, никто не снимает, даже не было никаких разговоров, я говорю не к этому. И мое отсутствие в кресле здесь, а нахождение в Киеве тоже мне говорит о том, что я поехал уже услышать. Я думаю, что если меня снимут, мы все с вами услышим из интернета. Но я очень хочу, чтобы я как гражданин Украины, как сегодня, ну, житель города Одессы, Одесской области, вместе с вами, все три моих желания. А. Не участвовать ни в каких провокациях. Б. Немножко быть терпеливыми сегодня, хотя я понимаю, что ситуация очень тяжелая, очень напряженная, денег действительно нет. И то, что все, как даже люди не могут себе хлеб купить, количество хлеба продаваемого, купам, а все. Это все тоже мы видим и знаем. И то, что надо индексировать зарплаты, пенсии, увеличивать это все, догонять тарифы, росты, это тоже я все понимаю. И мы будем с этим всем бороться. Но бороться цивилизованно. Это тоже моя просьба, что надо быть очень цивилизованным, потому что ситуация очень накалена, и кто-то может ею воспользоваться. Ну, и третье, ну, наверное, самое первое. Я очень хочу, чтобы это перемирие переросло в мир, чтобы никому не удалось преследовать разные цели, разным лагерям взорвать это перемирие и не допустить мира. Я очень хочу, чтобы настал мир, и я считаю, и еще раз хочу сказать, что с людьми надо разговаривать. Будь то или Захарченко, или Плотницкий, или еще кто-то. С ними надо разговаривать, стрелять, бомбить, взрывать. Это последнее дело. Убивать людей нельзя. Если нападают на твой дом, надо защищаться. Но максимально стараться мирно решить все вопросы. Даже если пойти на уступки где-то в чем-то малом, потом можно победить и достичь чего-то в чем-то большом. Вот это мои принципы. Еще два вопроса. Валерий Рудешки спрашивает. В пригородных маршрутках опять свинтили цены. За проезд 10 километров берут уже 9 гривен. Когда уволят начальника областного управления транспорта, он не переутомился от безделия? Мое заявление Палица о тотальном бездействии этого управления лежит уже полгода без ответа. Мы четко тоже проследовали себе стоимость тарифов. И мы все понимаем, что выросли они в основном из-за цены на топливо и из-за курса от доллара. Потому что в принципе цены в мире упали процентом на 30 скидок на нефтепродукты, но курс доллара обогнал эти все росты. Мы стараемся работать со всеми транспортниками, мы стараемся их убедить, работать при минимальной ретабельности, но заставлять людей ездить в убыток, надо давать компенсацию. Сегодня компенсация, то есть это в бюджете, не предусматривая финансирование. Опять говорил Дома Русова. Можно ли вмешаться и кардинально решить вопрос недвижимости Тарпанов? Если не всех зданий, то самых важных для города. Дома Русова, Литмана и правая полуция. Наверное, надо как-то накорректировать в законных рамках. Есть еще вопросы? Давайте набрать один вопрос. Просьба, у нас есть независимый орган, кто-то называется СГРФ. Может, как-то в Америке с существителем СГРФ, чтобы он слушал, но есть вопросы, которые, я думаю, что журналисты могли бы сказать, что населению очень сильно от него зависит. Я не думаю, что нужен вам СГРФ. Я думаю, если да, пожалуйста. Нет, я почему говорю, что тот, кто вытянил на Бакаре, в рамках Куркана, в правительстве, отказывается отвечать на вопрос. Почему градация, допустим, по газу идет 200 кубов, а потом сразу 600 кубов, не средний, понимаете? Многие люди... Я сомневаюсь, что представитель в области ответит на это вопрос. Давайте, а группы, как вы, если там... Хотите мое мнение, потому что собственникам Ублгага, которые прописывали такую градацию еще 5 или 6 лет назад, выгодно, в том числе, что я сказал, по количеству тарифов 200 кубов, выгодно иметь возможность пересворкиться для игры по ценам на газ. Вот мое мнение. Скажите, а как сделать так, чтобы было выгодно людям? А мое мнение, что должен быть один единый тариф и адресные субсидии людям, кто не может оплачивать дорогие цели на газ. Следующий вопрос. Здесь. Вы не так часто проводите пресс-конференции и сегодняшние пресс-конференции. Какие это для себя? Вы, например, отметки сделали или нет? Я провожу пресс-конференции с двумя целями. Первая, если я хочу что-то сказать. А вторая, услышать, что думаете вы и чем дышит общество. Вот я обе цели сегодня достигну. Ну хорошо, вот я и после сегодняшней пресс-конференции вы что-то вынесли или нет? Ну конечно. А может быть, что? Я потом вам скажу. Спасибо большое. Я в пресс-конференции. А еще один вопрос. Компания. 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 Субтитры сделал DimaTorzok